Личную фотографию, допустим, в Соединенных Штатах сегодня очень серьезно относятся вообще к фотографии. Там выпускают невероятное количество альбомов не только великих фотохудожников, но и просто из частных собраний никому неизвестных людей. С очень хорошей полиграфией выходят книги из жизни какого-нибудь Смита, который проживал в штате Миннесота, и его семья на протяжении там последних ста лет. И эти фотографии из личных альбомов собраны, все в книге. Эти книги пользуются интересом. И как-то для меня это очень важно, на самом деле, фотографии. Я никогда ничего не выкидываю, напротив, выбираю на помойках фотографии из выкинутых личных архивов. Мне всегда как-то кажется, что это как бы еще одна смерть, да, вот выкинутая фотография. А Максим Дмитриев, я знаю этого фотографа давно, по фотографиям, естественно, это великий русский фотограф, это действительно первый русский реалист, который не пользовался светом во время съемок. Ну, в интерьерах, наверное, был какой-то свет, но, в принципе, он очень любил снимать вот такую реальность. Трудно сказать, непричесанную, потому что тогда трудно было сделать двидержку, и люди застывали, должны были застывать, устраиваться застывать. Если немножко о Максиме Дмитриеве, там совершенно потрясающие, конечно, годы жизни. Он родился в 1858 в России, в Нижнем Новгороде, и умер в 1948, да, вот вам всем понятно, когда я это говорю англичанам, мне очень понятно, на какой период приходится жизнь человека. А вам понятно, что это все революции, все войны пришлись на его жизнь. У него осталось около 10 тысяч стеклянных негативов, которые, к счастью, как-то хранятся. В архиве аудиовизуального Нижнего Новгорода, немножко в музее фотографии Нижнего Новгорода, но что-то сняло много больше, много очень было уничтожено, потому что после революции практически не имел возможности снимать. Я хотела давно что-то сделать о нем, но просто биографическое кино мне делать неинтересно, и я его, наверное, пока не знаю, как делать кино о человеке, которого уже давно нет. Поэтому в какой-то момент родилась идея выбрать 7 фотографий, сделать небольшие постеры и поехать в те места, где снимал Дмитриев, и собрать людей, той же самой социальной группы, которую мы фотографировали. Вот, собственно, это мы и осуществили. Мне очень хотелось, чтобы была фотография какая-то острая, спрашивали, по какому принципу отбирая, по принципу запараллельности двух реальностей. Сегодняшние и 100 лет назад, допустим, у Дмитриева было очень много дворян, сегодня дворян нет, мы не кем не могли запараллелить дворян, поэтому их нет среди этих семи постеров. И у него нет революции, я не знаю, что это, то ли эти негативы были уничтожены, то ли он не снимал, может быть, не было каких-то ярких событий, которые он мог снимать, но этого не было, потому что чем запараллелить революцию, космонавты бы ее запараллелить. Ну, вот был такой отбор, еще важно было, что все эти места сохранились. Здесь единственное, медицинский этот пункт, это другое место, того уже не существует, и это была такая летучая бригада врачей, которая ездила на ТИФ. Они были в основном из Петербурга, шли поезда, в центральной области России, зараженные ТИФом, и вот эта санитарная бригада. Но мы выбрали маленький пункт, такой медицинский, в деревне, где тоже 5 человек, как и на фотографии. Вот приблизительно так. Очень большая работа была подготовительная, потому что найти эти места и собрать этих всех людей было нелегко, особенно нелегко было собрать банджей, прямо в центре города, у памятника Минина и Пожарскому в воскресенье. Но нам удалось получить на это разрешение. Вот на это ушло много времени. Предупреждаю о вопросах. В целом, фильм, если не учитывать подготовку и все, что происходило как бы за кадром, то конкретно съемки заняли 3 с лишним недели. Ну вот так. Это как бы общая такая информация. Теперь я жду больше вопросов. Рискуйте. Рискуйте, спрашивайте. Господа, поактивнее? Да. Какие места это было снято? Это в Москве или как вот где-то в Брежнем Волге? Это, значит, это сам Нижний Новгород, Нижний Новгород, это Семеновский район, это Кулибаки, завод в Кулибаках, который был основан в середине 19 века и до сих пор работает металлургический завод. Вот эти места. Семеновский район, это в основном здравооблядчество. Вот это представители древнеправославной церкви, с которыми удалось на редкость как-то легко договориться. Там совершенно замечательный епископ Василий Нижегородский древнеправославной церкви, который дал нам возможность снимать. Мы даже с ним сняли еще одну намылу. Конкретно с ним и с некоторыми представителями древнеправославной церкви. Но я думаю, что как-нибудь потом это пойдет в другое кино, потому что тут одна фотография про одну реальность. Такой был принцип. Древнеправославная церковь практически существует в таком виде сейчас в Семеновском именно районе. Все остальные старооблядческие конфессии располагаются в других местах. Но то, что мы снимали, это Малиновский скит. Это единственный монастырь, который есть у древнеправославной церкви в Нижегородской области. Там очень интересный был разговор о том, чем отличается физическое время в кино и физическое время на фотографии. Вот для меня этот разговор действительно был интересный. Физическое время, которое становится философским временем, чем отличается на фотографии, чем в кино. Так как я над этим думала, когда я снимала кино, то мне очень было важно, что они это поняли. И этот вопрос прозвучал. Мы потом долго это обсуждали и серьезно разговаривали. И потом продолжили разговор в одном доме, где вынимали парт, читали парт, который писал фотографии. Ну вот это тоже было интересным. Вот об этом был разговор. Да, Надя? Марина Александровна, а люди сами начинали искать себя на фотографиях? Какие бы им подсказки? По-разному. По-разному. Допустим, вот бомжи, они как-то сразу стали искать родственников. Хотя понятно, что именно у них вряд ли там родственники есть, потому что они из разных. А, допустим, банкирам, и это такой средний бизнес нижегородский люди собрались, они им предложили понять, на кого они похожи и как отличаются их биографии. Им эта игра показалась очень интересной. Мы попросили еще и встать также на место тех, кого они узнали. И мне очень понравилось, что очень многие заняли первые позиции. И нам пришлось немножко так разгребать людей, чтобы они встали на вторые, третьи и так далее, чтобы образовалась вот эта перспектива, которая есть на фотографиях Дмитриева. Ну, то есть люди охотно сравнивали с ними? Охотно, охотно. Охотно, вообще люди очень охотно играют, когда им предлагают игру какую-то очень внятную. И они от нее не отказываются. Я очень люблю сюжет с девочками-стрелетизершами, потому что их прототипы практически занимались тем же самым. В этом смысле ничего не изменилось, и девочки оказались совершенно чудесными и очень простодушными. И вот когда мы снимали этот сюжет, как-то мы получили подлинное удовольствие просто от общения с ними и от их восприятия мира. Ну, а самый любимый сюжет, конечно, это со стариком-ложечником, потому что мы оставили целиком этот акт создания какого-то мира, этой ложки. Оставили целиком и практически одним кадром. Там одна стрячка в конце только есть. Потому что мне показалось, что это самое важное, что в принципе в кино есть, и что мы смогли увидеть. Это вот, что, как бы, вот этот вроде никому сегодня не нужный ручной труд. На самом деле, во-первых, это абсолютно не отличается от труда того же Микеланджело, да, который обтесывал Карарский камень. И это ровно то же самое. Ровно то же самое. И насколько человеческое состояние вот этого старика мощное, у него очень внятный ум, очень внятные умные руки, да. Вот это умные руки, этого понятия сегодня уже практически нет. А, видимо, и они диктуют какой-то, передают сигнал голове, потому что это вот так все вместе. И ему за 80 лет, но он абсолютно разумный, внятный, неагрессивный человек, который рассуждает, с ним очень интересно разговаривать. И не только о прошлом, но и о сегодняшнем. Вот дед, это вот такая наша любовь, этот эпизод, наша любовь. И, пожалуй, он лучше всех соединяет времена, потому что он единственный среди всех. То есть, вот абсолютно, как бы протягивает руку от того времени, 100 лет назад, к сегодняшнему. Но уже все это уходящее на то, потому что действительно ложечники есть, но они перешли на станки, как говорят, где-то. Вот этого ручного труда, вот этого грандиозного ощущения создания какой-то вещи по-настоящему, да, этого уже нет. Марина, а как вот реагирует на фильм «Иностранцы»? Ты же показывала его в Англии. Я показывала уже в лекции. Что они понимают, что не понимают? Все понимают. На самом деле понимают. И понимают, знаете, они понимают. У меня ощущение, что они чувствуют его лучше, чем мы, потому что нам кажется, что мы это все знаем. А они это узнают заново и ощущают очень сильно, потому что везде были очень интересные разговоры. В Финляндии были интересные разговоры, и в Германии по поводу этого фильма. Никакого ощущения, что это для них жизнь совершенно как-то незнакомая или экзотическая, нет. Практически все страны прошли этот период жизни. И для всех это очень внятная, знакомая натура. Только на другом языке это разговорили. Да? Марина, такой вопрос. Вот прошло сто лет, да? Да. Фотография демонстрируется, и наши современники. Вот на наш взгляд у нас в обществе что-то изменилось. Потому что там женщина, как сказала, вот видите, на пороге там... У нас сейчас тоже такая ситуация на пороге чего-то стоит, так уж получилось. Вот. И не можем без этого. Вот у нас сейчас, да, у нас есть цифровые камеры, там, айфоны. А вот на ваш взгляд в обществе что-то поменялось, потому что вы показали банджи, да, сцены? Вот тогда были банджи сто лет назад. Вот мы же вроде должны эволюционировать, но мы как-то должны развиваться в обществе. Там, я не знаю, милосердие должно быть. А у нас до сих пор как были банджи, так и есть. И причем даже порой, мне кажется, больше их стало. Вот на ваш взгляд, что-то мы, как-то сказать, улучшили в нашем обществе, в России? Вы знаете, в чем дело? Это на самом деле в вашем вопросе так много вопросов, а на него нет отдельного ответа, да и нет, да? Потому что мне кажется, что прогресса такого как такового не существует. И если бы камеры какие-то были в античное время, то мы бы увидели изменения вечного мира, несомненно, да? Визуального мира, но не увидели бы человеческих изменений. Если бы мы говорили о прогрессе, то мы бы жили сейчас невероятно в каком мире, да? А мы живем, в общем, в очень сложном мире, и совершенно верно, постоянно по кругу. И не только мы возвращаемся к каким-то тем же самым проблемам, к этим войнам. Вот. Но надо сказать, что когда мы приступали к фирме, мы ожидали, что изменений будет больше, и мы эти изменения визуально зафиксируем, да? Мне показалось, что визуальных изменений очень мало. Во всяком случае, в той среде, которую мы увидели, и которую выбрали, визуальных изменений действительно очень мало. То есть вот такая какая-то остановка времени, практически эти сто лет как остановка времени, хотя в социальной и политической жизни, конечно, произошли очень большие изменения. Но если говорить о просто вот кручении этой жизни, да, то она так и крутится по кругу, да, и она крутится по кругу. И мы снова как-то возвращаемся в похожую точку. Я совершенно боюсь говорить какие-то речи, что в то же самое. Я надеюсь, не в то же самое. Все-таки какое-то движение есть, но я бы не называла это движение прогрессом. Мне кажется, что прогресс существует в технических областях, и почти не существует в человеческих. Так мы не умнее наших предков в античности. Нет, нет. Дело в том, что они все входят в церковь, естественно, да, все эти люди. Они там собирают местами и заодно заходят на службу. Ну, их кормят в церкви очень часто. Поэтому в этом смысле они достаточно образованы. Они так подсердлены. Верят, не верят, не знают. Но у них хорошая память, потому что наоборот очень загружена. И это один из самых грамотных наших героев, которые очень хорошо воспроизводят вообще все прочитанное, увиденное, услышанное. И он в какой-то момент решил срежиссировать этот кусок. И когда он видел, что на него уже при расставании направлена камера, то он стал читать библиотский текст. Нет, не подсказано. Да, Саша. Он стал такой. Как вы осуществили задачи для тех, кто там поделывает? Обращение было как конкретно на фотографии. Но фотографии были как бы итоговым. Да, да. Мы их действительно в конце, как бы, конечной задачей было выстроить их как на фотографии. Но мы понимали, что мы не сделаем такую же фотографию. Потому что фотография, которая делала сам Максимов, вот как ни странно, делалась на аппаратуре, когда сроки высокого качества визуального, да, все эти аппараты, все эти серебряные как бы пластины, и были более высокого качества. Поэтому мы решили не заканчивать фотографией, а заканчивать только вот этой выстроенностью к фотографии, готовность к фотографии. Мы как бы заменяем фотопроцесс видеопроцессом. Он для нас на сегодняшний день более актуален, и более, как бы, он больше разговаривает о жизни, чем фотография. Но так задачи ставилось. Так задачи ставилось, да. Мы просили их построиться так, практически, как на фотографии, как они видят эту фотографию. Они пытались построиться сами, как вот линейку или со временем фотографии, пытались так построиться. И второй вопрос, как он был. Я не знаю, может, это немножко некорректно, но не возникало желания использовать стадикан, например, в большинстве? Ну, понимаешь, но в данном случае не возникало, потому что человек со стадиканом очень выразительный, да. Мне не хотелось, чтобы, и вообще никогда не хочется, чтобы мы с нашими камерами были выразительными. Здесь использовалось три камеры. Одна основная – это фотоаппарат. Вы это видите, те, кто понимает, потому как плавает как фокус, да. Это фотоаппарат Panasonic GH2. Еще не было GH4, тем более 4, который сейчас появился. Вот, это на общих планах Mark. И это уже видеокамера одна, EX1. Вот три аппарата были, и большинство все-таки GH2. Вот это. Который мне очень нравится по пластике. Он очень сложен для, как говорят, для лайфа, для движения, да, но по пластике он мне нравится гораздо больше, чем Mark. Поэтому, да. Это, который в кадр попадает? А? Это, который в кадр попадает? Да, который в кадр попадает. Да, Денис с этим фотоаппаратом в кадр, да. Я открыла человеческую пластику, как всегда. Это то, что я открываю всегда на фотографиях, новое лицо, новое ощущение от лица, от одежды, от пластики, от того, как человек стоит. Мне кажется, для меня вот эти минималистические открытия гораздо больше, чем глобальные открытия. Я очень равнодушна вообще к глобальным процессам и неравнодушна к минималистическим процессам. Это вот как детей, когда они начинают расти, очень важно, чтобы они развивали пальчики, да, и вот этими пальчиками делали тонкие какие-то вещи. Это очень важно для развития мозга. Вот Руна тоже меня интересует в кино, как разве это наши пальчики, да. Вот этот минимализм, как разве, потому что глобально мы в общем все мыслим. Это я думаю, что в дискуссии в Фейсбуке, как мы мыслим супер глобально, не обникая ни в какие детали, да. А вот эти детали человеческого лица, человечества и жизни, человеческого поведения, вещи, например, меня совершенно восхищает кадр, первое в эпизоде с врачами, это когда врач приезжает в дом, и вот висит вот этот грандиозный ковер на фоне, да, этой сценки с больным ребенком. И мне кажется, это потрясающе. То есть вот эти детали, мне кажется, очень мощными, которые очень много говорят о времени, о человеке гораздо больше, чем слова или даже поступки, да. А вот это погружение в человеческий быт, мне кажется, очень важно. И я об этом узнаю очень много, когда снимаю, и в данном случае тоже. Вы знаете, по движению, по движению, как один эпизод может передаться другому эпизоду, да, как одно движение сменяется другим движением. То есть это были не смысловые, были смысловые, мы точно знали, что церковь не будет в конце, потому что это был бы слишком активный жест, да, который мне не симпатичен, такой указывающий жест. Вот. И поэтому вот движение, вот движется машина, из одной машины люди других оказываются машины, да. Вот фотографируем мы девочек из... Фотографируем девочек и тут же фотографии рабочих таким образом переходят из одного кадра к другой. Вот такие какие-то вещи, которые имеют отношение больше к форму, к форме, чем к смыслу происходящего. А я не знаю, о каких качествах вы говорите, какие вам интересные качества почитать, прочитать на лице. Ой, нет. Вот я думаю, что или это сказал не умный человек насчет глаз, которые зеркало души, или это воспроизвели неправильно. Я пытаюсь искать источник этой фразы и не могу найти, кто сказал первый раз и почему это так оттиражировано, да. Мне кажется, это совсем неправда, глаза никакие не зеркало, потому что гораздо больше говорят лицо, мышцы, поворот головы и так далее. И я очень осторожно отношусь к этим психологическим, как бы, психологическим попыткам определить человека просто по его лицу. Я помню, что когда-то, когда, это было очень давно, и появился набор фотографий Чехова от ранней юности до старости. У Чехова, если вы помните эти фотографии, лицо менялось практически каждый год. Видимо, он жил такой интенсивной жизнью, что его практически 16-летнего нельзя узнать в 28-летнем. Это разные люди. И тогда я раздала тогда школьникам эти фотографии, закрыв обратную часть, и попросила написать о людях, которых они видят на фотографиях. Во-первых, ни один не узнал Чехова. Во-вторых, никто не понял, что это один и тот же человек на всех фотографиях. В-третьих, они написали чудовищные вещи. Один написал, что это революционер, и он скоро убьет царя. Третий написал, что это купец, кровопейец, и так далее, и так далее. Все были в плену неких штампов, которые они воспроизводили. Думая, что они на самом деле очень бдительно следят за лицом. Это неправда. Есть, конечно, физиологисти, но я думаю, что лучше всего не опираться на какие-то свои спутные ощущения. Потому что ощущения человека, конечно, мы испытываем. Иногда мы понимаем по запаху, это наш человек или не наш. Запах может быть работает гораздо сильнее, чем выражение лица. Или еще какие-то. Или для меня очень важна человеческая речь. Не то, что человек говорит, я совершенно спокойно принимаю любую обсценную лексику, я лингвист, по-первых, и хочу своей поученности. Вот. И меня совершенно не смущает слово, но как человек все это произносит, я сразу понимаю, из какой он среды. Язык, пожалуй, о нас говорит гораздо больше, чем мы хотим им сказать. Да? И это речь не о смыслах, а речь об арфаэтике, скорее всего. Вот мы определяем по разным, но совершенно необязательным по выражению лица. Моя цена, а как вы сказали, что там есть, что вы красивы. Да? Совершенно правда. Да, да. Один из представителей игрового кино, известный достаточно, не буду его говорить, он готовится к съемке фильма, где должны быть стриптизерши, и он параллельно попросил меня еще и снять стриптизерши, для того, чтобы, ну, посмотрите, использовать или не использовать в будущем их в кино, потому что гораздо лучше иметь дело с реальностью, с реальными людьми этого типа, нежели обучить этому актерам. Да? Правда? Я вас поздравляю. Это был кастинг. В самом начале, с того, что... Я даже... Я даже... Я даже... Я даже... Я даже... Вы сказали о том, что вы научили все те правила, которые вы учаеете своим студентам. Какие именно правила? Это пять правил, о которых я все время говорю и пишу, и я думаю, что я уже надоела очень многим. Я повторю их быстро. Мне... Останавливали. Значит, мы снимаем без штатива. Студентам не разрешено снимать со штативом. Здесь был штатив на марке, да? На общем плане, на что он не должен был трястись. Я не разрешаю пользоваться трансфокатором зума студентов. Я предлагаю использовать объективы как дискретные. Да? Даже зума как дискретный объектив. На бульдискретных объективах. Мы использовали зум. Я не разрешаю брать интервью. То есть рассказывать о человеке путем интервью, путем синхронных. Здесь мы это нарушили. У нас немножко была другая задача. Я не разрешаю закадровой музыки. Закадровой музыки у нас здесь правда не было. Я не разрешаю закадрового текста. Закадрового текста у нас не было. Но какие-то я в следующем фильме буду пользоваться закадровым текстом, закадровой музыкой и синхронными в большом количестве. Все эти правила лишь на время учебы действуют для того, чтобы привить определенные качества студентам, от которых они могут потом отказаться. Потому что я считаю самым большим словом эту музыку закадровать. Потому что все люди, которые пользуются ее без понимания и того, зачем они ею пользуются, очень серьезно. Но кроме того, что они навязывают эмоцию с помощью музыки, не ту, которую в принципе передает изображение, они еще и разрушают ритм изображения. Здесь самая большая проблема в ритме. Вот у нас в этом году наконец-то приобрели фантастического совершенно преподавателя предмет, которого нигде нет, называется ритм-форма. ритм-форма, потому что я считаю, что если вы проиграли, если вы выбрали какой-то совершенно блестящего героя, фантастический сюжет и так далее, но проиграли в ритме, вы все равно проиграли с ритмом. Каких бы делал насыщенный сюжет. Но что такое ритм, понять очень сложно, если вы пользуетесь закадрованной музыкой, потому что у нее у самой есть ритм, и именно он начинает работать, а не ритм вашего изображения, не ритм склеек, который вы сделали. Поэтому я считаю, что на учебном уровне от музыки надо отказываться, и даже когда вы работаете уже во втором кино, с ней надо быть очень осторожным. И лучше ее, наверное, заказывать. Да, совершенно тот музык, который конкретно звучит. Вот если бы пять человек звучало музыка, мы снимали кино, и мы бы как бы ввели эту музыку как часть сюжета, то она возможна. Нельзя пользоваться закадровой музыкой. Скажите, закадровый город, были фотографии, которые вас зацепили, чем вы представили? Были, были, мы 20 фотографий отобрали, мы сделали 15 постеров, да, больших вот таких. Но в результате мы остановились на этих семьях, потому что я уже говорю, что мы не нашли соответствия социальной группы, да, той, что вот была тогда и должна быть сейчас, и место. Вот. Вот такая фотография вас особенно затеяла, но было жаль, чтобы мы... Ну, мне, например, было очень жалко Рыбаков, у него очень много Рыбаков, но мы, ну, в связи с грантом Министерства культуры, который должен был в определенное время быть закончен, мы не смотрели снимать летом. Вот. Там есть совершенно блестящие фотографии с Волгой, и Волга, мне кажется, должна была бы быть частью как бы героем этого фильма. Я сама Волжанка, я родом из Казани, и для меня река это очень важное место, да, для меня город не важно, я не езжу в Казань, он мне не интересен, но у Волга, мне кажется, что это гораздо серьезнее как бы всего, что окружал меня в пространстве. И здесь тоже была Волга, но Волгу меня сняли. Волга, я не могу сказать, что я пришла к каким-то годам, которые я могу зафиксировать, как уже что-то мощное, нетленное, да, и передать потомкам, да, и передать потомкам. Я, к счастью, еще как бы не готова зафиксировать какие-то свои знания и открытия как нетленные. мы ведь здесь сделали вот этот опыт, который, кстати, тоже нарушает нашу школьную программу, мы не заходили в то, во что мы называем зону змеи, потому что фотограф в нее не заходит, в личное пространство человека, мы держались на границе при зоне змеи, да, вот, вот это пограничное состояние, оно в принципе так же интересно, как и состояние внутри, да, вот, когда мы заходим и подходим близко к человеку и вторгались в его личную зону и существуя в ней очень долго. Здесь была другая совершенная идея, то есть то же самое расстояние сохранить, которое сохраняется между фотографами и героями, да, вот камера здесь была как в этом смысле как фотокамера, во всех остальных смыслах нет, а в этом да, вот это расстояние мы сохраняли, которое сохраняет фотограф, и сохраняли вот это не вторжение в личную зону, в личную зону мы тоже не входим. Вот я поняла, что фотография и видео, и кино, которые существуют на границе зоны и змеи, все-таки по-разному фиксируют человека. Если фотография может его зафиксировать с этой же границы достаточно глубоко, то видео все-таки работает немножко по поверхности. мне интереснее сегодня видео, которое снимают наши ребята, которые вторгаются в личные человеческие горизонтальные пространства. в каком случае мы не подходим, когда мы видим женщину с инсультом, это наш выбор, мы не подходим к ней. Если бы мы снимали другое кино, мы бы к ней подошли. здесь мы работаем на том отстранении, на котором существует фотограф. Это был сознательный выбор. Это был не моральный выбор, это был сознательный выбор этого расстояния. А то, что касается времени? То, что касается времени, тут я еще не остановилась, я над этим думаю, мне нужно будет в Швейцарии в мае об этом говорить, отдельный доклад делать в связи с конференцией об оптических всяких вещах. Я над ним думаю, на мае еще, а потом я, наверное, где-нибудь это изложу. Даня? Можно мне что-то фотография берется? А вот встречалась ли вам такая фотография, на которую вы могли бы точно герой этого фильма узнать себя? Хороший вопрос. Хороший вопрос, да. Вы знаете, очень странно, какие-то из шансонетов мне показались. Возможно, что мы по весу одинаковые, даже как-то по фактуре мы одинаковые, хотя я совершенно никогда этим не занималась, но мне жутко они нравятся, они очень живые, и вот как-то с ними я чувствую наибольшую связь. С дворянами нет. С Багглометом рашенционерками, да. Хотя пою я приблизительно так же, как последняя девочка на испанском. нет. 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 он просто тяжело стоит. Очень тяжело стоит. Надо сказать, что все бездомные вели себя очень прилично, никто в камере не справил, но жду, и матерились они гораздо меньше, чем они это делали в пуске. хотя хотя не ощущали ничего с это делается. Все? Спасибо. Марин, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Нет. Нет, ну студия моя. Моя студия. Марина, скажи, пожалуйста, анонс, вот что будет про последний лимузин в следующий понедельник. У тебя в следующий понедельник будет, по-моему, совершенно замечательный последний лимузин Даши Хрёсткиной, которую она снимала три года, снимала очень мужественно, снимать на заводах у нас тяжело, она сняла Смерть Зила. Это настоящая смерть как бы не просто Зила, но целого социального класса, рабочих. И снят он вот такой нежной снежной интонацией по отношению к этим людям, которые мне страшно нравятся. И он сейчас, ну кроме того, что он получил два приза на Арт-бук-фесте он получил приз за лучший полнометражный фильм. И Лавр на Лаврин получил за лучший документальный фильм. Он еще сейчас куплен очень крупными телеканалами Запада, потому что им показалось, что он очень точно отражает те процессы, которые происходят и на Западе тоже сейчас, хотя на Западе смерть рабочего произошла гораздо раньше. Если вы знаете австрийские фильмы замечательные, которые так и называются смерть рабочего, а вообще во многих языках рабочее слово больше не существует. Есть оператор машин, но слова рабочее нет, и младые люди больше не знают, что это был за класс, который он называли рабочим. У нас исчезновение этого класса происходит медленнее, просто педнее гораздо, но тоже исчезает, и вот эта огромная махина сил исчезла просто Наташа на их глазах, хотя она начинала совершенно другое кино, но вдруг как всегда человеку, который очень много серьезного чего-то делает, ей стали такое везение пошло, если можно считать везением, всякие драматические события, которые произошли с заводчанами и с последним лимузином, которые им поручили делать. Вот, мне кажется, что это чрезвычайно живое и умное кино, и я очень хочу, чтобы вы его посмотрели, оно останется в истории кинематографа на самом деле, оно действительно очень качественное кино. Здесь, в марте, у нас обычно внизу, да. В 20 часов же, да, Тепя? Да, но только не в этом зале, а в нашем обычном зале, где мы показываем кино. Саши церетели будет праздновать в следующий понедельник. Сегодня у нас здесь, да. Может, он здесь будет, тут пространства больше. Понятно. Все, спасибо вам большое. Спасибо.